С одной стороны, это квест в чистом виде. Нужно находить коды, открывать замки, а вместе с ними и новые локации. С другой – это настоящий театральный перформанс, для которого не понадобилось изготавливать новые декорации и нанимать актёров. Театральный квест без лишней скромности можно назвать самым масштабным квестом в России. Его площадь – трёхэтажный театр. Ещё одна особенность – роль актёров и режиссёров квеста достаётся самим игрокам. В пробной квест-игре участвовали студенты СевГУ, которые посещают театральные курсы. Чтобы решить все загадки, необходимо познакомиться с репертуаром театра. В основу заданий легли спектакли «Сон в летнюю ночь», «Амуры в снегу», «Пигмалион». До начала студенты волновались, смогут ли они выйти из комнаты, так как этой группе предстоит испытать квест, время на его прохождение ограничивать не стали. Я вообще не представляю, как будет проходить театральный квест, потому что до этого я ни разу не слышала о том, чтобы в городе проходило подобное мероприятие. Но я думаю, что это будет похоже, как обычный квест в квест-комнате. То есть будет какая-то локация, в ней будут какие-то логические загадки, которые нам нужно будет разгадать в течение определённого количества времени. Одна из главных целей квеста – привлечь в театр молодёжь. В этой игре ребята не только получают эмоции, но и приобретают новые знания и учатся работать в команде. Только тесное взаимодействие может привести к победе. Студенты наши сегодняшние, они побывают не только в роли актёров, они побывают в роли режиссёров, они побывают в роли звукооператоров, художников-бутафоров. У них будет очень интересное задание. Мы им подготовили, чтобы они поняли, как театр работает изнутри. Проводить театральный квест для массового зрителя руководство драматического театра планируют в ближайшее время, когда именно решат после того, как его опробируют и оценят тестовые группы. Александра Каплун, Деливер Меджитов, Новости Икс ТВ.